На кухню выходит шеф-повар, совладелец ресторанов Пашут, Ойши и Море. Только сегодня в специальном выпуске шефы готовят. Вас ждет уникальный авторский рецепт испанской закуски Пинчес. Буду заниматься хлебом. Бутерброд на зубок. Я бы не смог устоять. Здравствуйте, меня зовут Евгений Мещеряков. Я шеф-повар моря на центральном рынке, на котором мы сегодня приготовим несколько блюд. Ну что, выходим в море? Сегодня мы приготовим несколько закусок, а точнее две на испанский мотив, которые вы можете готовить с удовольствием, когда собираетесь дома на вечеринки с друзьями или для просмотра спортивных мероприятий. И что ж, метро сегодня будет в этом нам надежный помощник. Сегодня мы приготовим две закуски. Одна из нее называется Пинчес, которая так удобно есть с друзьями на вечеринке. И это маленькие бутербродики наподобие брускетты, которые испанцы называют Пинчес. Готовятся они очень просто. На хлеб намазываются различные помазки, дипы, добавляются всякие специи или маринованные овощи, или свежие. А сверху мы положим маринованную скумбрию, такую любимую в Испании, или анчоус. Ну что, поехали! Для этого нам понадобится хлеб. Мы используем классическую чиабатту. Немного маринованных каперс. Я использую крупные наветки. Почему? Потому что буду делать красивый слайс, которыми буду украшать свои бутерброды. Немного маринованных желтых патиссон для игры цвета и придания ассортимента. Я хочу разные маринованные овощи и бутоны собрать на своем бутерброде, потому что использую достаточно жирную рыбу. Немного вяленых томат. Рыба, которую я достал из банки, это консерва. Я разобрал ее просто пополам, удалив позвоночный хребет. Он так легко отделяется, потому что рыба уже готова. И немного оливок коломата. Это коричневые оливки, которые мы с вами сегодня просто очистим от косточки. Я рекомендую на самом деле брать оливки на косточки, потому что так плод сохраняется достаточно структурным. Он плотный, и вы можете порезать его так, как захотите. Это удобнее, чем пустые оливки без косточки, которые вы используете так часто на солянку. Ну что, поехали! Начнем с оливок. Я немного обработал уже себе оливок от косточки, и сейчас вам покажу, как сделать это дома. Большим ножом, прямо пяткой ножа, просто пропускаете оливку по кругу. Так, чтобы начало вашего хода закончилось там же, где вы начинали, простым поворотом пальцев просто снимаем одну половинку оливки, а вторую уже дочищаем от косточки и помещаем это в миску. Подготовим сперва начинку для наших пинчерс. Для этого нам понадобятся наши подготовленные оливки. Я не буду особенно стараться и резать их мелко. Я хочу, чтобы они попадались в текстуре крема, и рыбу достаточно хорошо приправляли именно своим вкусом маринада, естественным вкусом и разницей текстур. Сегодня мы используем оливки коломата. Я говорил об этом ранее, которые очистили от косточки. Рубим все достаточно крупно и небрежно, действительно по-домашнему. Хочется, чтобы это было быстро, для того, чтобы действительно уделить время своим близким или друзьям, с которыми можно собраться на эти пинчерс. Всю начинку помещаем в миску, нарезав крупно. Я буду добавлять все ингредиенты. Следующие, конечно же, маринованные томаты в масле, которые так легко найти на полке, вкус их неповторим, и сделать дома их достаточно сложно. Почему? Потому что для этого уйдут целые сутки. Режем их мелким кубиком, вначале соломкой, а потом кубиком. Томатов много брать не будем, потому что не будем забивать вкус основного продукта. Это наша рыба. Патиссоны – отличный продукт, достаточно сезонный. Начинаются они поздней весной, в начале лета, и поэтому застать их не всегда получается. А вот маринады в банке можно купить постоянно. И, кстати говоря, отдельные патиссоны, маленькие, как закуска, отлично подходят на шпажки просто, сами по себе. Добавлю один каперс внутрь, для того, чтобы посолить свою начинку. Но ни в коем случае не более, потому что более буду добавлять именно сверху, как декор и украшение. Именно поэтому использую каперсы на ветке. Немного оливкового масла. Перемешаю свою начинку. Ну что ж, смотрите, как невдумчиво вырисовывается флаг Испании, где видно четко красные и желтые цвета, которые мы сегодня намажем на наш пинчес. Осталось добавить свежий базилик. Я использую базилик от Метро Шеф и нарезаю его тонкой-тонкой-тонкой соломкой. Больше зелени хочется летом, поэтому использую два полных соцветия, которые разобрал на листьях. Еще раз перемешаю. Пока начинка настаивается, буду заниматься хлебом. Хлеб режем вдоль пополам, но пока не нарезаем на маленькие сегменты. Напоминаю, что пинчес – это маленькие бутербродики. Творожный сыр. Мы используем сыр кремета. Который размажем сейчас по хлебу. И плавно размазываем нашу начинку творожную по хлебу равномерно по всему кусочку. Сверху на эту начинку ляжет наша подготовленная овощная маринованная закуска. И тем самым прямо приклеится к бутерброду. Ну что ж, будем выкладывать начинку. Ну что, как я и говорил раньше, не задумываясь даже об этом, получилась тема испанского флага в нашей начинке. Посмотрите, как хорошо она заиграет на белом цвете. Внизу у нас чаобата, которую мы тестировали заранее, перед тем, как ее разрезать. Можно подавать просто на свежий чаобат, не тестируя ее. Раскладываем начинку непринужденно. Главное, по диаметру хлеба распределить всю начинку, которая приклеится на творожный сыр, который мы разнесли и размазали по объему хлеба. И сейчас будем выкладывать в рыбу. Отличная закуска под вино. Ну что ж, в дело вступает рыбка, которую я крупными кусками наломаю в миске, для того, чтобы ее было приятно и комфортно есть. Потому что большой кусок рыбы, попадая в рот, напоминает человека голодного. А мы с вами будем всего лишь перекусывать. Итак, помещаем рыбку наверх. Рыба достаточно жирная, придает хороший объем. И должна задавать тон этого пинча. То есть, напоминаю, что это пинча с сардинами. И поэтому здесь на втором плане должна выступать кисло-соленая начинка с привкусом свежего базилика, как в зелени. И, конечно же, крупная рыба, нарванная мелкими сегментами, для того, чтобы удобно было кусать такой бутерброд. Кто-то скажет сейчас, смотря это видео, что брускетта. Нет, вовсе не брускетта. Дождитесь, пока мы порежем эту историю. На маленькие пинча, которые так любят испанцы. Смотрите. Бутерброд на зубок. Или же на три части. Как можете видеть, это совсем не те брускеты, к которым мы привыкли. Перекладываю свои бутербродики, пинчес на тарелку. Напоминаю всем, что внизу чиабатта, сливочный крем, начинка из патиссон, оливок, которые называются таджарские оливки. И помните, я говорил вам, что хочу украсить каперсами на ветке, поэтому использую их, свои пинчесы. Не добавляю соль, вы можете заметить, что это блюдо мы даже не посолили. Почему? Потому что при обладании своего вкуса в маринадах, соли, перца достаточно хорошо подчеркивает начинка. А вот с солью мы приправим сверху это все каперсами, которые взяли специально для этого на ветке. для того, чтобы не солить, а дать взрыв вкуса, когда вы этот бутербродик попробуете. Немного свежего базилика наверх. Мои пинчес превращаются в полноценные, красивые бутербродики. Я бы не смог устоять. Ну что ж, мои бутерброды готовы. Ну что ж, по-моему, неплохое начало вечера на встрече с друзьями перед вечеринкой или просмотром совместного спортивного события. Поэтому пинчес – помощь! Вторая закуска, так любимая нашими испанскими коллегами, конечно же, октопусы или осьминоги. В Испании осьминог занимает самое главное место на столе в трапезе. А в нашем велкаме или во встрече гостей осьминог займет неотъемлемую часть закуски, которую мы будем подавать на шпасках метр-шеф. Ну что, вот он, маленький бэби-осминог. Он приехал ко мне в замороженном виде. Так и указано, что здесь быстрая заморозка. И быстрая заморозка – это всегда хорошо. Почему? Потому что она моментальная шоковая заморозка. Ну что, открываю осьминога и перекладываю его на сито. Так, чтобы вода стекла. Ну что, осьминог мы слегка промыли. Напоминаю, что это маленький бэби-осминог, который мы используем только для закуски. Сырым его есть нельзя, поэтому сбланшируем его в хорошо просоленной воде. Хорошо сбланшированный осьминог – значит, то, что нам нужна хорошо кипящая вода, которую мы прежде всего хорошо посолили. И это очень важно, потому что морепродукты любят соль. Смотрите, быстро забрасываю одного за другим осьминога. Ничего не жду. Как только вода тухнет, увеличиваю себе нагрев, для того, чтобы она закипела вновь. Потому что, когда холодный продукт попадает в кипяток, он начинает охлаждать воду. И ее нужно доводить опять до кипения, для того, чтобы бланшернуть нашего осьминога. Не сварить, а бланшернуть. Что это значит? Это всего лишь 30 секунд или минута в воде. Подождем, пока наша вода закипает. Я четко вижу отсюда, как у осьминога заворачиваются конечности. И это значит, что процесс идет. Как только моя вода закипает, сбрасываю сразу осьминога вниз на сито или дуршлаг. Посмотрите, какой симпатичный он становится. Щупальца сразу подворачиваются наверх. И это достаточно удобно для того, чтобы нам потом этого осьминога замариновать, приправить специями. И аккуратно одеть на шпажку, для того, чтобы его было удобно есть. Выключаем нашего осьминога. Сливаем его. И слегка промываем. Даем воде стечь. И перебрасываем его в миску. Ну что, пошли готовить дальше. Красный винный уксус, который мы опять же получили от метра. Сегодня наш надежный партнер предоставил нам этот легкодоступный продукт с полки метра. Добавляю я его на глаз. Пару ложек уксуса. А дальше мы с вами перемешаем осьминога. И начнем заправлять его овощным набором. Для овощного набора мне понадобятся томаты. Я взял достаточно крупные томаты, потому что сейчас начинается сезон. И эти томаты можно не только добавлять в начинки, но еще аппетитно жарить. Немного лимона, немного лайма и зеленые оливки. Посмотрите, что я сделал. Оливки заранее я уже снял от косточки. И теперь покажу вам, как обрабатывать зеленые оливки. В отличие от коломатес, их половинки, которые мы делим, как коломатесы в предыдущем блюде, не получается просто так снять с косточки, потому что здесь кость больше, чем начинка. И поэтому я делаю те же самые движения, что и с коломатесами, только повторяю их крест-накрест. А теперь, смотрите, ровно по половинке отсоединяю свое филе от зеленых оливок. Что проще простого. Что ж, мелко рубим наши оливки и замешиваем их вместе с осьминогом. Напоминаю, что задумка сегодняшней закуски номер два – это осьминог, бланшированный и маринованный в овощах с красным уксусом. Подается на шпажки для того, чтобы руки оставались чистыми и вы могли не отвлекаться от беседы с друзьями на вечеринке или просмотре спортивных мероприятий. Не будем мельчить. Хочется, чтобы оливки приправляли осьминога и встречались прямо на нем. Оливковое масло. Каждый ингредиент я буду тщательно перемешивать, для того, чтобы ингредиенты, как правило, называют на кухне, правильно и равномерно поженить. Они будут размешиваться, приправлять моего осьминога, а я буду следить за тем, чтобы каждый ингредиент попадал на него и придавал ему правильный вкус. Ну что ж, томат. Все овощи мы заранее помыли. Томаты буду резать кубиком. Мелко особо этого не сделаем. За счет того, что оставим томату место для того, чтобы разгулять наш вкус, придать сочности, дать некую такую помпу взрыва в этом блюде. Посмотрите, кубик, который я отправляю в эту же миску. Напоминаю, что каждый ингредиент нашей миски мы перемешиваем с осьминогом. Итак, здесь бланшированный осьминог, оливковое масло, томаты, оливки без косточки и красный винный уксус, который придает терпкости, задает тон и делает структуру осьминога немного грубой, закрытой для того, чтобы вы его смогли жевать. А внутри был сочный, свежий морепродукт. Немного халапенец. Это кислый острый перец, который маринуется. Продается он, как правило, в банках. И сейчас становится все более и более доступным. Я люблю поострее, поэтому добавлю три перчика. Режу тонкой соломкой, а потом режу мелким кубиком, также замешивая в осьминога. Напомню, что все виды нарезки – это мелкий-мелкий кубик для того, чтобы осьминога обволакивать. Мелкий-мелкий-мелкий кубик. Мы взяли три дольки. Дома вы можете это балансировать. Я люблю поострее закуску, особенно если я нас пью. И немного цедры лайма, цедры лимона. Тщательно перемешиваем нашего осьминога. Ну что ж, хоть мы и на море, на центральном, но сейчас особенно захотелось куда-нибудь ближе к берегам Испании. Поэтому собирайтесь с друзьями, готовьте осьминога вместе. И закатывайте отличную вечеринку или просмотр спортивного мероприятия. Совместно с друзьями это всегда намного интереснее. Вы знаете, я не солю свое блюдо и не добавляю в них перца, потому что добавил уже естественные приправы для терпкости. И придание вкуса я добавил уксус, оливковое масло, оливки, томаты, немного цедры и, конечно же, острый халапенис. Поэтому соль и перцы не вижу смысла, как в приправах. Ну что, давайте насаживать нашего осьминога на шпажки и готовить нашу закуску. Ну что, настало самое время собрать нашу закуску. Помимо того, что мы ее поготовили, помешали, хочется же красиво и удобно это подать. Поэтому вот я лично на полке метра, еще и помимо продуктов, нахожу всякие полезные помощники себе в работе. Это шпажки метро-шеф, которые я буду сегодня насаживать в свои закуски. Посмотрите, аккуратно. Каждую осьминожку на шпажку и на тарелку. Ну что, когда наши осьминожки уже на шпажке и на тарелке, мы распределяем нашу начинку сверху на осьминожек, подчеркивая и усиливая вкус белка, который мы с вами подготовили для закуски. А это маленький осьминог. Все, чем я украшу, будет укроп. Укроп придаст терпкости и свежести. Отличная зелень для морепродукта, такая же, как и базилик, кимза. Петрушка имеет более спокойный привкус, поэтому мы добавляем ее с удовольствием в суп. Маринад остается в миске. Я его сливаю слегка перед тем, как он попадает в ложку. И украшаю своих осьминожек. Ну что ж, немного укропа. Разбросаю по всей тарелке. Ну что ж, кабаньерос, наши закуски готовы. Вторая закуска – маринованный осьминог на шпажке с овощами в уксусе. Терпкая, хорошая белковая закуска. Идеально подходит и под вино, и под пиво. Поэтому собирайтесь и смотрите вместе спортивные мероприятия или делайте достойные вечеринки с достойными закусками. Сегодня мы приготовили вот такие прекрасные закуски. Это пинчисы с маринованным акрелью и маринадами на творожном сливочном креме от Хохланд. И еще мы приготовили бланшированные осьминоги на шпажке вместе с овощами, оливковым маслом и красным винным уксусом. Ребята, собирайтесь вместе, готовьте и наслаждайтесь спортивными мероприятиями или достойными вечеринками с достойными закусками на зубок. Меня зовут Евгений Мещеряков. Подписывайтесь на мой инстаграм. Море на центральном рынке. Жду вас в гости. И, конечно же, YouTube-канал Metro Cash & Carry. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова